Продолжение следует... 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 А вопросы типа «А как сделать вот так?» Или «Как что-то делать, то, что вы себе как-то представляете?» «У меня не получается что-то сделать, я к вам лично подойду и уже посмотрю на то, что у вас там не получилось. А вот, может, что-то вы хотели узнать, как сделать что-то?» «Чего вы еще не делаете?» «Хронная ложка» «Кстати, у кого получилось ложку сделать?» «А-а-а-а-а-а-а» «Муж?» «Не было навыкнуто». «Давай другую, а кто точку соединял?» «О, кстати, а кто точки соединял?» Как ваше ощущение вообще в объеме, уже получше, да? Мышкой управляет не так, а вы получше должны улучшать. Смотрите, ваша цель сейчас – просто получить навыки и работы, как почувствовать этот инструмент. Сама техника будет нуждаться в большом количестве времени. Если у вас его нет времени, то я вам говорю сразу – ничего не будет, потому что либо вы будете работать профессионально, будете зарабатывать на этом видео, либо вы просто узнаете, что такое триггумакси, и вы когда-то в нем работаете. Хорошо? Значит, я не буду начинать сейчас с ложки. Я расскажу немножко о сглаживании. Сильно. Должно вам получше быть. Не совсем, правда, есть. Но получше. Смотрите. Есть несколько типов сглаживаний, и одно из них – это, можно сказать, искусственное. Фактически то, что вы видите сейчас – это чайник. Он состоит из какого-то количества сегментов. Если я нажимаю, снимаю свое выделение, убираю сегменты, вы не видите, сколько граней, и оно у вас такое кажется, как будто оно такое гладенькое. Значит, это, можно сказать, искусственное сглаживание, оно не физическое. И вот когда в том состоянии, когда вы на нем смотрите на него сбоку, то вы видите вот тут вот такие, как складочки получается, квадратные. Если вы смотрите на серединку модели, то она такая сглаживая. Вы вообще не видите полигона. Но если вы смотрите на грань, то видно, что она квадратная. Есть функция у примитива сглаживания. Ее можно отключать. Вот когда я ее отключаю, и вы уже смотрите, четко видна градуровка по полигонам. Иногда это надо, иногда это мешает очень сильно. Смотрите, сейчас я работаю с примитивом. Примитив – это, вы помните, чайники, боксики, все остальное, цилиндры. Но когда вы работаете уже с самой моделью, а именно там, допустим, делаете то же самое скуло какое-то, либо же стены дома, либо крышу, либо еще какую-то вещь. Когда появляется вот это сглаживание, вы не видите где его выключите. Оно вообще выключается. Вы просто продолжаете работать. Но в конце концов, получается то, что получается. Как это выключиться или как это где-то регулируется? Пару слову еще. Чем больше вот сегментов добавляю я, тем модель становится сглаживая. Я добавляю сегмент, она видно, что она идет с полигончиками, но она становится намного сглаживая. Так вот, чтобы не добавлять вот этих сегментов, очень много. Если я добавлю очень много сегментов, то модель станет очень сглаживая. Но это увеличит количество ваших полигончиков. Если вы нажмете цифру 7 на клавиатуре, верхнюю, не боковую, а аккуратную, то вот тут вот сверху у нас, вы видите, количество полигончиков и вершинок, которые используются у нас в сцене. Если я ее буду увеличивать, вот сглаживая, видите, примитивая, он в утробе получится очень сглаженным. Но количество полигонов и вершинок вырастет довольно сильно. Это может повлиять на ваш рендер и может повлиять на дальнейшее редактирование модели. Вы ее просто не сможете редактировать. Такого типа модели они практически такие, такие. Все. А редактировать ее нереально. Кроме того, ваш вьюпорт будет серьезно тормозить. И вам придется пользоваться некоторыми хитростями. А именно скрывать модели, которые уже вам не нужно редактировать. И при редакции объекта вы просто будете вскрывать все остальное, редактировать объект, потом его вскрывать, открывать все остальное. А именно, если вы нажмете на объект, выделите какой-то объект. Я сейчас его скобелую. Ширтом нажал. Копия. И вот смотрите. Количество моих полигонов растет пропорционально. Копия. Видите? Тут цифер. Угол. Значит, вот так вот. Если мне нужно отредактировать каким-то углом вот эту модель, я могу нажать правой кнопкой. Но моя сцена слишком тяжелая. Я могу нажать правой кнопкой. И вот есть функции. Если кто-то еще не знал, для вас будут важно. там符я объект. district Pues testified 선택 для подаль hele цвета. Скрываем таким видом видимым это все остальное. У угол покрасить. Считать объектом все остальное ягода. раскрыть по имени сделать видимым по имени если я нажму hide unselect то вскроются те объекты, которые у меня не выглядят таким образом я могу продолжить работать над объектом это одна из функций работы но когда я уже закончу редактировать, я могу unhide сделать и когда я сделаю unhide, они у меня появятся вот hide, про окно, hide, unhide открыть, закрыть, закрыть, если кто-то не знал это важно при редактировании большого количества то есть моделей с большим количеством полигонов чтобы вашу сцену разгрузить чтобы ваш viewport мог каким-то образом вращаться я не буду комфортным но во всяком случае убить он будет точно если большое количество полигонов вот для чего вам нужно контролировать количество полигонов окей? значит смотри по поводу еще сглаживания есть так называемые модификаторы вы уже с ними чуть-чуть работали тут посмотрим если помните домашнее задание где-то он там встречался вот смотрите я уменьшаю количество полигонов возвращаю практически до первоначального включаю сглаживание и нажимаю правой кнопкой конвертирую в редактированный полигон появляется у меня уже редактированный полигон и я могу теперь иметь проблемы с тем чтобы добавить сегментов сегментов чтобы было больше вот такой сеточки который как это сделать если я вот не добавил изначально или в моей модели нужно добавить больше я добавляю модификатор в турбозон значит добавим и он у меня увеличивает количество моих полигонов и это все влияет вот если вы видите сегментов включается турбосмос и отключается соответственно меняется количество полигончиков окей значит при работе с турбосмос бывает тяжело просто потому что ваша сетка настолько плотная что сам объект становится непонятно ну просто белый я покрашиваю темно-синий цвет то видно что слишком плотно и тяжело даже ориентироваться для этого есть кнопочка изомая вот значит смотрите если кто-то еще не в курсе это у вас количество сглаживания количество умножения полигонов он умножает допустим из двух до 4 до 8 и так далее значит потом если и вы видите что количество полигонов у вас тоже растет пропорционально но изолайн помогает вам определять первоначальное расположение полигончиков то есть вам не нужно постоянно уменьшать количество умножения полигонов делим вы просто можете изолайн добавить и он отобразит получше значит теперь если я выключу сглаживание турбоснов я его даже удалю приду на уровень результирования полигонов нажму ctrl a и вы видите что выделенные полигончики и что они сглажены есть так называемые группы сглаживания для вас они будут проще напоминаться если вы назовете это календарь он на 32 дня окей включаете редактирование полигонов сглаживание вы можете сглаживать ваши полигональные объекты на 32 дня проще закон есть так называемые группы сглаживания вы можете сглаживать ваши полигональные объекты не просто весь а можно сглаживать его частями допустим одну группу полигонов выделили и сгладили а вторую группу полигонов оставили без изменений сглаживания это вам нужно будет когда у вас будут допустим сложные объекты снег или этаж или в стенах это не применяется но основное здание ваше оно идет допустим прямоугольное есть так называемый эркер знаете я извиняюсь можете включить свет в основном здании а здесь подушите на сцене чтобы люди не потихали действительно все не может значит смотрите вы же знаете что такое эркер это такой как выступ полукруглый то есть представьте себе вы делаете все здание а эркер сам вам нужно сделать сглаживание то есть он полукруглый он не должен быть такой квадрат а должен быть полукруглый значит основное здание не работает не отключается просто дрель да включить в основном зале просто да 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 ну или тогда значит смотрите таким образом вы можете делать саму модель здания с ровными грани а вот этот сам эркер вы можете сгладить в отдельную группу сглаживания окей вся ваша модель она не сглаживает а группа которого вам нужно сглаживать вы будете сглаживать именно здесь как это делается и как очистить группы сглаживания которые вам не нужны допустим у вас есть вот этот чайник и вы хотите если если приближу вы видите что он весь сглаживания сейчас я нажимаю редакция полигонов у меня выделены все полигоны я хочу очистить группу сглаживания у меня уже нет кнопочки сглаживания окей потому что это уже не примитив а полигональный объект я нажимаю clear all очистить все и когда я уже отожму полигончик вы видите что он уже идет сглаживания приблизительно как сделать сглаживание какого-то определенного какой-то определенной группы полигонов это можно сделать вот так я сбоку выделю и полигончик который мне нужно сглаживать я выделяю вду в календарь и нажимаю первую группу сглаживания окей и теперь у меня основной чайник здесь он будет не сглаживания выведен сглаживания вот это вот участочек где с носиком видите он даже грестит и там буквально чуть-чуть видно что там просто у нас маленькое количество полигонов окей значит смотрите таким образом вы можете сглаживать не добавляя количество полигонов окей еще одну вот допустим я выделяю а вот первая вы ее только что очистили когда нажали она у вас была не нажата если я нажму выделю еще другие полигончики допустим крышку верхнюю нажму вторую группу сглаживания она тоже сглаживается этим образом у меня уже две группы сглаживания если я нажму Ctrl A видите они исчезают конечно вы должны выделить полигоны которые вам нужно сглаживания нажать единичку конечно вы должны выделить полигоны которые вам смотрите сейчас я увеличиваю Я увеличиваю. Смотрите, видите? Не горит. 1 и 2. Это значит, применено к объекту две группы сглаживания. Хорошо. Ок. Смотрите внимательно. Вам нужно очистить все группы сглаживания. Вы выделяете все поликоны. Нажимаете Clear Off. Теперь сняли выделение и смотрим. Нету сглаживания. Значит, нету. Его там быть не может, если вы нажали Clear Off. Ок. Теперь вам нужно сгладить что-то. Допустим, я возьму вещь, чтобы вам была длиннее разница. Либо вы можете взять какую-то другую группу. И я нажму единичку. Я теперь отожму редактировать полигон. И он сглажен. Видите? Я задал ему первую группу сглаживания. Зачем нужны эти группы сглаживания, я вам чуть позже объясню. Просто вы должны понимать. Ну конечно. Значит, смотрите. Они будут нужны в дальнейшем, когда вы будете применять модификаторы по группам сглаживания. Допустим, вы можете применять модификатор к объекту по группам сглаживания. Это вам может быть тяжело сейчас. Понятно. Но вы должны хотя бы знать, где эти группы сглаживания, чтобы потом понимать, как им пользоваться. Ок. И я вам объяснил, что такое группы сглаживания на вот этом простом примере. Вы потом можете этим использовать. Смотрите. Сейчас я удалю вот этот объект. Создам плей и создам элементарную крышку. Смотрите. Есть редактируемый. Это мой применитель. Ок. Я нажимаю правой кнопкой и делаю что? Редактируемый коллегон. Смотрите. Беру мои вершинки, которые мне нужно превратить в крышу. Вот тут вам нужно будет получиться делать ореган. И поднимаем. Получается у меня такая себе похожая что-то на крышку. Значит, смотрите. Еще один инструмент для вас, который мы в прошлый раз не сказали. Я не знаю, или бурока. Когда вы нажимаете две точки, две большинки, в редактируемом полигоне. У вас есть такая кнопочка. Она называется. Она. 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 Вот. Вот. Ниже. Вот. Вот. Она соединяет ваши границы. Вам не видно ничего. Вот. И я делаю вот так. У меня выделено две вершинки. Первая и вторая. И я хочу соединить их грани. Окей. На уровне редактирования вершинки. Есть кнопочка Connect. Я ее нажимаю. Я ее нажимаю. И появляется грань между ними. Помните, в прошлый раз кто-то спрашивал за как редко. Так вот. Если вы хотите более точнее и быстрее разрезать от одной точки к другой, можно пользоваться кнопочкой Connect. Только на уровне редактирования вершинок. Окей. Смотрите. Смотрите. Я сейчас веду это все к сглаживанию. Поговорю о сглаживании. Значит. У меня выделена моя вершинка. Одна. Вот вторая. Нажал, нажал. Нажал. Нажимаем Connect. Потом. Я выделяю образы вершинки. Нажимаем Connect. И еще раз нажимаем Connect. И еще раз нажимаем Connect. Окей. Значит. Смотрите. Когда вы смотрите на вот эту крышу, когда горят грань, вы видите, что есть очертание крыши. Видно. Да? Полигоны. Тут скорость. Окей. Если я снимаю вот эту вот реабилитацию, то вы ничего не видите. Вы просто видите какое-то пятно и очертание. Окей. Вам трудно определить, сколько что там полигонов и грани. Вы же крышу делаете. Она вам не нужна вот такая сглаживая. Смотрите. У этого объекта включены группы сглаживания. Как их выключить? Скажите мне. Clear All. Clear All. Полигон. Смотрите. Идем полигончики. Как я вас заставлю не спать. Выделяю. Ctrl-A. Помните, да? Мне нужно очистить все. Потому что если я не выделю полигончик и полистаю, мне будет трудно определить, сколько что там вдруг сглаживания. Они не выделены. Если я нажимаю Ctrl-A, у меня видно, что она нажимается. Видите? Нажал. Отжал. Видите? Когда выделяете все полигончики, у вас будет видно, сколько групп сглаживания. Окей. А если вы ему не выделили, он не знает, что вы от него хотите. Ну, нажали группу сглаживания. Ну и что дальше? Сделай их не сглаживания. Кого? И он не знает, кого сделать. Понимаете? Вам нужно просто выделить сначала, чтобы он понял, что вы от него хотите. И потом Clear-Alt. Вот отжимаем. Я нажал. Видите? Выделены все полигоны. Нет. Выделены сглаживания. Я отжимаю редактирование. И вот когда я уже снял выделение объекта, видите четкий край. Окей. Есть такое дело. Группы сглаживания. Смотрите. Поскольку у нас курс по моделированию, вы будете моделировать вещи. Вот эти группы сглаживания, они для вас будут являться первоочередными вещами при работе со сглаживаниями. Окей. Есть. Группы сглаживания мы немножко разобрали. Теперь, смотри. Если мы будем идти дальше по моделированию, мы хотим задать толщину нашей крыше. Она сейчас у нас не толстая. Мы зададим ей толщину каким модификатором? наоборот. Не слышно? Шелл. За правой. Правой. Отлично. Выделили вашу крышу и вы дали модификатор тем образом у вас появится толщина модификатор shell дает вам утолщение это же просто он может давать утолщение по двум направлениям внутрь вниз и наружу я приблизил уголочек и вот мой модификатор я задаю ему высоту 0 и 0 видите он стал плоским теперь я задаю 10 видите какой результат пошел вверх я задаю вниз еще 10 видите пошел вниз окей вот количество сегментов он похож на струн но вы должны понимать просто как он работает он может внутрь давать толщину может давать наружу потому что когда вы делаете допустим стену вы делаете конечно полигонами не делают изначально но припустим что у вас есть ваши стены и они тонкие и у вас есть наружные размеры и внутренние размеры помните и когда вам нужно задать толщину стены вы чтобы не испортить внутренние размеры вы задаете какие? внешние так вот для этого это и сделано чтобы вы могли задать размер наружу а не внутрь теперь значит есть еще один способ как это сделать почему? потому что в данном случае этот модификатор будет работать некорректно смотрите если вы посмотрите сверху на вот этот модификатор вы сразу наверно у себя там записали отметили где-то крыша делает толщина крыши задается модификатором shell это неправильно толщина крыши задается но не модификатором shell модификатор shell точно задает толщину но не крыша он просто вам задает толщину ему все равно крыша это или нет в данном случае если вам не нужна супер точность вы можете использовать модификатор shell потому что у вас окей вы просто делаете какие-то вещи которые не будут рассматривать под микроскопом и если вам нужна точность то вам нужно применять уже сникалов окей смотрите модификатор shell если вы им пользуетесь в свитке он задает вам лишние неровные неровные грани неровные сегменты видно он искривляет немножко поэтому им можно будет но не в данном случае я удаляю полигон у вас появится проблема с так называемыми нормалями рано и поздно что вы будете моделировать смотрите для того чтобы сделать толщину крыши допустим в этом случае или в ваших других случаях которые вы будете делать конкретно сейчас я хочу просто показать один пример нам нужно ее сделать вертикальной линией строго вертикальными и задать просто толщину вертикально а не чуть чуть наружу или внутрь то есть наши вертикали должны быть вертикальными окей теперь что я имею в виду берете вашу крышу нажимаете нажимаете shift и копируете окей я задам ей даже другой цвет или лето видно разницу два объекта окей смотрите вот это будет ваша толщина если вы посмотрите на вид сбок вы можете увидеть вот вам нужна вот такая толщина окей я ее опущу как-то так вот так вот так это называется я забыл толщина короче не имеется на плане нет хорошо но нам теперь нужно их сшить вместе чтобы получить утолщение что мы делаем расскажем правильно мы должны сначала сконнектить эти два объекта чтобы же их между собой соединить проснитесь со мной их нужно соединить сначала с attach потом вы сможете работать их редактировать нет attach есть он стал одного цвета видите есть такое дело значит окей если кому-то одному непонятно потом сейчас этот перерыв и спросите смотрите если вы выделите ваши полигончики все сейчас то у вас видно что можно редактировать и один и второй и смотрите внимательно видите светлая сторона полигона и темная сторона полигона это значит снаружи снаружи лицо полигончик и обратная сторона это большая радио вам нужно повернуть обе стороны лицом то есть снутри не кнопки чтобы они смотрели а наружу вот это вот это и есть нормаль это для вас немножко может быть сложно но это то же самое когда вы пришли и я вам начну про сплайны рассказывать и вы никогда про них не слышали и это было сложно потом начал рассказывать про полигоны и вам тоже это было сложно теперь я расскажу про нормали а завтра вы будете просто знать есть какие нормали и кто будет хорошо окей смотри у нормали это лицо полигон окей у полигончика есть лицо и обратная сторона лицо когда выделяешь оно светлое светлое красный цвет а обратная сторона темная если вы хотите соединить два объекта или будете работать с модификаторами то они в основном настроены на работу с лицом полигона если вы захотите сделать экструд нажали экструд он обычно у вас идет вверх правильно это потому что нормальный смотрит вверх потому что лицо его направлено вверх если вы применяете модификатор полигон нормаль которого вывернута экструд будет работать не вверх он будет работать по направлению нормальный окей значит смотри мы выделяем наш нижний объект здесь где-то должна быть кнопочка и вот смотри я нажму контрол з буквально чуть-чуть еще замечательно смотри я выделяю контрол а видите темная сторона снизу бигного светлая сверху понятно смотри есть еще одна кнопочка это F2 или FN F2 она выключает и включает видимость ваших нормальных у вас не будет их видно если вы будете работать на каком-то компьютере они будут выключены и вы не знаете где их включить то это F2 окей значит смотрите теперь я выделяю нижний объект вот я выделю элементы и нажму клип ок и вот когда я нажимаю теперь контрол а там видно четко что мои нормальные пошли смотреть в наружу понимаете на меня смотрите скажите что вы поняли это просто элементар окей есть группы сглаживания это первый инструмент очень простой ну просто календарь за 32 дня и вы уже знаете что есть группы сглаживания все же просто правильно там чуть-чуть дома поклацайте вот сейчас зададите вопросик у вас будет время есть второе это нормально для моделирования вот эти вещи они очень важны если бы мы прошли вы бы имели очень большую проблему с моделированием и теперь как мне соединить эти две крыши между собой скажите если не знаю что сказать говори брить пароль брить вот нажали брить все они у вас сшиты яркие смотрят наружу окей смотри вот ваша получилась крыша если вы смотрите на нее сверху она у вас замечательно ровная видите и торфей окей смотри еще еще раз повторяю и бьем чай смотри ели с группы сглаживания что они делают сглаживания но они сглаживают можно сказать искусство это не полигональная сглаживание это просто визуальная там полигончиков нет окей понятно есть нормальный что такое нормаль то что нормальное есть нормальное то что вы видите светлое а когда оно ненормальное оно темное а чтоб ненормальное повернуть в сторону нормального нужно какую кнопочку нажать клип элементарно окей пьем чай и я если у вас есть вопрос поднимем за руку окей поднимем за руку 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 вы просто сюда вы просто сюда ходите пить кофе добро пожаловать пить с нами кофе но это не поможет вам выучить риде макс окей если вы хотите учить риде макс на руку никакие курсы вам этого сделать не помог ни за какие деньги я преподаватель риде рад я преподаю две программы риде макс и синема 4d и я вам говорю Никакие курсы вас не научат работать в 3D рядах, если вы не будете приложивать к этому усилия и делать домашнее задание или смотреть видеоуроки дополнительные. Потому что это как будто вас водить за ручки все время. Понимаете? Отпустить вас и все пропадет. Вам нужно научиться мыслить таким образом, чтобы вы сами решали вопросы. Сейчас у вас элементарные вопросы, которые я могу вам ответить и в принципе при большом желании вы сами можете ответить. Для того, чтобы ускорить ваш процесс, мы делаем вот такого рода встречи, и они вам помогают двигаться быстрее. Придет время, когда никого рядом не будет. И будет, ой, а я не знаю, а шо робить. И в данном случае вам нужно научиться. Смотрите, я когда учился, я смотрел видеоуроки и читал интернет. И вот оттуда я узнавал всякие вещи, которые мне нужны. у вас сейчас гораздо шире возможности. У вас есть вы между собой, погружитесь там каким-то образом. Вы можете общаться. И даже если я не могу вам что-то помочь, то вы уже у друг друга можете спросить. Либо вы знаете какой-то видеоурок, где вы видели решение своего вопроса. Либо вы просто сами попытаетесь найти видеоурок, спрашивая Google, как соединить две точки, что такое нормально, как сделать цветок, как смоделировать интерьер и так далее. Даже если вы дальше будете развиваться в 3D-максе с освещением, фикстурами, то абсолютно все есть там. Единственное, я вам помогаю просто идти ему более ровнее, чем вы вышли. Потому что когда я учился, то я учился вот так. Занесло меня вправо, что-то там выучил то, что мне не надо. Потом выучил то, что надо. Потом выучил обратно то, что не надо. И таким образом тратится много времени, которое вам драгоценно. Вот если вы начали зарабатывать деньги, а вы не знаете, что учить. А оно вам надо, не надо. Кто его знает? А вот вы все выучили, а про нормали вам никто и не сказал. А что такое сглаживание? А кто его знает? А вы уже взяли деньги за заказ. Вам нужно делать, а делать не могу. Понимаете? Помните, я говорил, может оно неправильно излучить, но лучше, когда вы будете готовы и к вам не придут, чем когда к вам придут заказчики с деньгами, а вы не будете знать, как это сделать. Но первое, обычно не случается. Заказчики в любом случае приходят из деньгами. но ваша задача просто научиться правильно делать. Окей? Хорошо. Смотрите. Я сейчас буду просто моделировать и продеваривать. а вы не спите и смотрите на меня сюда. Окей? Смотрите. Вот наша карта. теперь мне нужно, я не буду углубляться там супермоделем, мне нужно просто выровнять маленькую крышку вниз и получить вот такую закрытую крышку. Смотрите. Смотрите. Вот там, снизу у меня есть разные категоры, но они уже более-менее ровные. Смотрите. Смотрите. Я просто потащил точечку и получил вот такую крышку. Окей? За такие точечки тащи. Смотрите. Вот. И сбоку. Вот. 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 И тащи. И если я тащу дальше, у меня просто выражает. Ни какой мангель нет. Ни фокусом, ни фокусом, ничего остального. Окей? Потащим. Теперь я просто тут чуть выровнял. Вот так. Есть. Значит, выровнял. Смотрите. Есть. Функция выравнивания по горизонтали, по вертикали и по третьим плоскам. То есть по трем сторонам вашего 3D. Вот они. Находятся вот тут. Если вам не нужна идеальная точность, вы ими не пользуетесь. Вот. Если вам нужна идеальная точность, вы знаете, где их найти. Как ими пользоваться? Смотрите. Если я вот так тут выровняю. У меня видите? Вообще неровно. Нужно. Мне нужно сделать это все плоско. Четко. Окей? Я, другая, делаю вот эти плосочки и ровняю их по какой-то из сторон. А именно. Сейчас мы узнаем. Они все время, ну, нет стандарта по какой именно стороне они не выровняют. Потому что ваш объект может стоять вот так, вот так. У него может быть меняться пиво. То есть вот эти стрелочки, за которые вы тащите, они у вас могут быть повернуты по оси в другие стороны. Поэтому нужно вычислять, с какой из сторон он применит. Окей? Ну, в данном случае я думаю Z. Я нажал Z и он у меня выровнял. Теперь смотрите. Если я сделаю Ctrl Z, верну обратно и нажму другую, по другой стороне выровнял. Допустим X. Опс. И он у меня, видите, как спаял все неправильно. Вы возвращаете, пробуете Y. И обратно не то спаял, что она. Окей? И обувь теперь. Опс. Выровнял по горизонталу. Значит это он. Я вам говорю, нет определенного рецепта, та или иная сторона. Потому что они могут меняться. И поэтому вам надо угадать один из трех. Окей? Идем дальше. Смотри. Есть так называемое пиво. То есть бандажик смещения там, где у вас показывается. Смотри. Вот эти вот стрелочки. Стрелочки ваши. Видите? Они находятся в центре. Вот. Стрелочки. Это которые вы тащите. Куда-сюда. Бывает так, что вам нужно сместить вот этот центр. Где это находят? Куда-сюда. Его называют. Как только его называют. Последнее, что мне понравилось, это осьминог. Вот. Нажимаете. Если вы ищите для себя интерпретации какие-то в мусском языке, ничего страшного, вы быстрее запомните. Ищите для себя интерпретации, и таким образом вы сможете лучше и быстрее все запомнить. Мой друг, он вообще, не зная английского языка, выучил дидемакс. И все просто запоминал по пунктикам. Одним за другим. Окей? Значит, смотри. Сейчас, секунду. Маш. Подзвони. Значит, смотри. Если вам нужно сместить вот этот бандажик, если центр ось или как-то еще называют. В общем, неважно. Вашу якорную точку вашего объекта. Для чего это надо? Вы спросите. А для чего? Для чего эти все изглаживания, грубы, для чего эти нормали, для чего эти якорные точки, бандажные смещения или как-то его еще называют, не важно. Назовите его как-то, как вам будет удобно. По-английски это называется PIL. Если вы одетесь в цепочку не помыли, то если вы одетесь в цепочку не помыли, то вы ее можете исправить. Окей, смотрите. Вот если вы посмотрите на дверь, то ось вращения двери находится вот здесь. не по центру и не по этому краю. Она находится по одной стороне. Понимаете? Теперь, если вы смоделируете эту дверь, ее ось будет находиться в центре большинстве. Но чтобы вам ее нормально открывать и закрывать в интерьере, допустим, вам нужно не просто ее по центру вращать, вам нужно просто сместить ось и ее будет удобнее тогда открыть, закрывать. Ну, знаете, разная была ситуация. Вот. Поэтому есть такая кнопочка, которая помогает редактировать все какие-то ось. И вот вы его поднимали, вот сюда в торок и отжали. И теперь, когда вы выделяете объект, ваши ось будут находиться там, где вам это нужно. Это понятно? Окей? Хорошо. Теперь, смотрите, припустим, вы взяли 3D модель какую-то в вашу центру. У вас очень много вот этих пивотов расставок. Они все в разных местах, где только хочешь, но не по центру. Бывает так, что вы берете комнату какую-то, а ее пивот находится вот там. И вам просто неудобно, ну, отбегать экранчик, подбегать и потом возвращаться обратно. Окей? Или даже чайник, который вы хотите поставить ровно, а его пивот находится вот там. Вы просто должны его вернуть обратно. Окей? Смотрите. Выделяйте все объекты. Ctrl-A. Нажали все ваши сцены. Если вам нужно у всех исправить пивот, то нажимайте Ctrl-A. Эффективы. Пивот. 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 И Center2Object. Вот это функция, которую я пользуюсь постоянно. Окей? Center2Object. И он возвращает их все обратно. Окей? Просто. Но вы будете поздно. Хорошо? Смотри. Идем дальше. Это то, что вам будет необходимо при модели. Теперь я должен сделать мои стенки. Сделаю я их много. Вот мои грани. Есть такой инструмент. Называется лук. Вот. Смотрите. Я выделяю одну грань какую-то. Она у меня горит. Загорелась. Теперь мне нужно выделить всю остальную часть. Я нажимаю лук. Оп. И он выделил одну грань. Все. Вот эту грань. Теперь мне нужно выделить вторую сторону. Я еще раз нажимаю Ctrl. Нажимаю лук. Он выделил вторую сторону. Теперь мне нужно выделить еще другую сторону. Можете выделить их просто кликая на них. Ок? Я вам покажу, что у меня выделена просто одна грань этого объекта по нуму. Ок? Смотри. Я выделил. Вы можете выделять вручную, но инструмент для того, чтобы это было легче, это лук. Ок. Теперь, как мне сделать сплайн с выделенного ребра? Сплайн с выделенного ребра. Ок? Правая кнопка Create Shape. Если вы записываете, то запишите. Правая кнопка. У вас выделено ваше ребро, которое вы хотите создать в сплайне. Потом, вам нужно нажать правую кнопку и создать Shape. Shape – это форма с выделенной гранью. Создать форму с выделенной гранью. Опс. Вы нажимаете создать и у вас тут две опции. Линейная и сглаженная. Ок? Если вы хотите, чтобы она была как округлена, помните, когда мы сплайн это рассматривали, там несколько функций в сплайне. Помните? Вам нужно использовать Smooth, но в основном это просто линейная. Нажимаете. Линейная. Ок. И ничего не произошло. На самом деле. Произошло. У вас появился еще один ответ. Вот. Я его просто выделен. Либо пикнуть рядышком в той грани, закрыть редакцию с полигоном и кликнуть по сплайне. И вот он у вас появился. Вот такой белый. Видите? Теперь вы можете его опустить. Вот он. И это ваша четкая форма по крыше. У вас создался сплайм. Теперь вот что мы сделали. Смотрите. Вот редактировать сплайм. Вот ваши точечки. Эти точечки соответствуют чему? Видите? У вас на крыше вот тут есть грань. Я подведу сюда рядышком. Вот там где грань, там появилась точечка. Тут где еще одна грань. Все понятно, да? А вот все. Опускаем ниже. Делаем что? На внутренней стене. Внимуровку. Внутренней стене. А он знает. Точно. Делаем. И теперь что делать? Поднимаем высотой, подняли, 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 что они задали? Седмены. Отлично. Теперь, видите, моя охвата находится как бы вверх, подняли. Теперь мне нужно что сделать? Как это делается? Вершинки нужно редактировать. Верхняя часть – это будет окошко. Следующая часть – что будет? Краиль. И нижняя часть – у нас будет протокон. Отлично. Значит, теперь мне нужно что сделать? Мне мешает вот эта крыша, она мне не нужна. Правильно? Вот здесь. Правый блок. Хай – что? Современно. Потом выделяем объект. Идем в редактирование полигончиков. Делаем наши окошки. Нас не видно на наших нормалях. Почему? Потому что F2 не нажата ниже. Шар F2. Сказали – ваша нормальность. Окей? Теперь выделяем с обоих сторон. Нажимаем F3. Проверяем наше выделение. Е. Теперь что нажимаем? Bridge. Сделали наше отверстие. Наш проем. Теперь нам нужно сделать, допустим, еще одно окно. Еще одно окно делаем. Теперь поворачиваем. В обратном выделяем. Делаем что? Проверяем. 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 Еще раз Bridge. Теперь делаем наш клип. Выделяем. наш клип. Проверяем. Есть. Принч. Таким образом мы получили нашу карту. Есть. Теперь как сделать окошки? Смотрите. Элементарно. Берем наши гранты, нашу объекту и выделяем их по кругу. Нашего окошка. Выделяем. 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 Но будьте внимательны. Лучше всего проверить F3, что вы выбили. Окей? Проверим. Теперь нажимаем правой кнопкой. Что делаем? Create. Create. Shape. Нам нужно shape создать. Окей? Создаем. Какой? Ленинный. Создали ленинный. Смотрим здесь. Где-то он тут должен. Вот. Есть? Есть. Видимо. Значит, хорошо. Теперь создали. Первым нужно сделать раму. Окей? Outline. Можно outline. Мы не будем. Есть гораздо проще спорта. Как со сплайна сделать улучшение? Просто не так делать. Вот тут. Когда вы выделяете сплайн. Видите? Вот сплайн получился. Вот он. Мыдели. И кстати. Смотрите. Я вам вид сверху показываю. Чтобы вы понимали, зачем вам нужен осьминог. Смотрите. Вот ваш сплайн. И где его пиво находится. Видите? Я его двигаю. Но это же неудобно. Вот понимаете? Прием. Кто не понял? Кто не понял? Кто не понял? Это же ничего. Это важно. Есть. Понятно. Идем осьминог. Нажимаем. Нажимаем. Что? Центрирование. 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 Отцентрирование. Ездим сюда-вратно. Пришли. Я вам просто хочу показать сам процесс. Как это создаёт? Смотрите. Вот ваш сплайн. У него есть вкладочка RENDERING. Видите? Нажимаете плюсик. И вот тут есть две галочки. Очень удобные. А именно. Enable in RENDER. То есть. Ставите их две. И у вас есть возможность задать радиальное утолщение. И прямоугольник. Вот ваш прямоугольник. Вы можете задать. Я вот так люблю тебе эту программу. И задать их толщину. Потом это всё подвинуть. И у вас получится твое окно. Интересно? Да. Как стареешься, что попало толщиной? А? С толщиной стыней? А? С толщиной стыней. Да может так. Вот. 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 Просто ставите. И толщину. Как попало? Посмотрите. Ну. Если хотите, то можете сверху. Вот. Ок? Есть. Теперь. Вот у вас есть. Как сделать окошко. Не окошко. А стекло. Смотри. Я отодвину. Вот это. Ваше окно. Чуть-чуть дальше туда. Теперь. Я. Выделю обратную грань. Видите? Они у меня остались. Выделения. На моём объекте. На моей хате. Которую я делаю. Стен. Выделение осталось. Ок? Я сделаю ещё одно уделение. Create Shake. Сделаю ещё одну. Ещё один сплайм. Но когда я его сделал. Видите? Он у меня сразу появился. Получён. Ок? Теперь. И тоже с неправильным сплаймом. Теперь мне нужно его акцентрировать. Только на нём. Вот я его выделил. Поменяем зелёный цвет, чтобы он его объединил. Он изменировался. Ок? И вот я его выделил. Стал по центру. Только мне теперь не нужно утолщение. Ещё одна рама. Мне нужен полигончик. И смотрите. Это будет стекло. Вот мой сплайм. Видите? Я его выделил. Я закрываю рендеринг. И конвертирую его в поле. Ок? У меня просто становится полигончик. Один. Таким образом я получил своё стекло. Ок? Вот у меня стекло. Мы не говорим сейчас о текстурах. Мы говорим просто об объектах. Я вам покажу, как это всё приёмчики можно выполнить. Ок? Теперь. Я не буду делать то же самое с калиткой и ещё один монтон. Я не знаю, что такое калитка. Хорошо. Значит, смотрите. Я должен сделать ещё два. Мы прошли с вами вот такие элементарные вещи, которые вы должны знать при начале, чтобы моделировать. с плаймы, полигончики, нормали, потом круглые разгладывания и центрированные объекты. И теперь у вас будут сглаженные объекты с помощью модификаторов. Ок? Мы с ним работали, когда делали ложку. Отлично. Теперь я вам покажу, как сделать стульчик. Кто там уже его сделал? Значит, мы начнём с стульчика со столи. Смотрите. Я его акцентриваю. Вот мой боксик обычный. Это обычный бокс. Ничего бы нам не было. Получаем. У него есть сегменты. Я задаю сегменты. О, три. Ок? Три. Правой кнопкой конвертирую его в редактируемые полигоны. И хочу создать мои ножки. Выделяю полигончики. Нажимаю. А из труб. Вот мои ножки пошли выдавливаться. И они пошли выдавливаться в какую сторону? Вниз. Нет. Они выдавливаются не вниз. Они выдавливаются в сторону нормали. Туда смотрит нормаль, куда он не сдавливается. Понимаете? Тут очень важно понимать, как работают вот эти модификации. Ок. Выдавить. Нажал ОК. Теперь мне нужно его приподнять чуть-чуть. Потому что он у меня стопает. Я его вдруг поднимаю. И хочу делать эти ножки потоньше. Потому что они, видите, эти толстые. Я делаю точками сверху. И даю потоньше. Есть. Вот так. И получается у меня такой себе стойк неплохой. Есть? Угу. Значит, смотри. Как мне сгладить его гранью? Потому что неудобно сидеть по столову, у которого он стоит грань. Я выделяю гранью. Уху. Нажимаю лук. Уху. 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 Проверяю F3. Видите? Уху. Видно. Выдели. F3. Теперь я нажимаю четвер. И четвером я задаю размер паски и количество сегментов для зваживания. Ок? Уху. 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 Получился такой себе стойк прикольный. Да? Уху. Посмотрите. Полигоны, экструды, с гладиачемпером. Вы же знаете эти инструменты? Правильно? Сможете дома сделать сами? Ок? Но не сможете. Спросите у кого, кто сможет. Но он должен помочь. Теперь мы сделаем то же самое со стулом. Берем боксик. Вот наш боксик. Вверх. И теперь идем здесь сверху. И вот тут будут наши таблетки. Нажимаем правую кнопку «Редактировать видео». Конвертируем его в полигончик. И теперь нам нужно выдавить экструды. Выделяем наши ножки. Экструд. Ок? Теперь придаем их вниз. Теперь нам нужно делать что? Что? Экструд. Нет. Экструд. Нет. Экструд. Поднимаем. Теперь внимание. Смотрите. Я не нажимаю вот эту галочку. Я хочу дальше продолжить редактирование. Видите? Галочка? Это значит закончить редактирование. То есть он закроется. и я нажимаю плюсик. Это значит, что я еще раз делаю это же самое действие. Плюсик. Плюсик. Я нажал два раза. Плюсик. И окей. Видите? Зачем я это делаю? Я хочу делать спинку. Вот такой вот. Теперь... О, какие я делаю. Так можно сказать. Было очень интересно, что... Вы должны побыть только сразу вот две битерсы. Бридж. Бридж. Вот. Теперь мне нужно всякие утолщения делать в камне. Потому что там сильно такое-то будет. Не очень мягко мелько или что-то так. Правильно? Нет. Окей. И я хочу задать толщину. Упс. Я увеличу что-то. Вот так все. Вверх. Теперь. Еще. Есть. И еще. Есть. Теперь я хочу задать толщину сверху. Вот так. Есть. И хочу приподнять толщину. Сидеть будет неудобно. Вот так. Теперь это более-менее правильно. Есть. Инструменты. Вы знаете, которыми мы пользуемся? Да. Прием? Да. Ааа. Переидич. Сгладить. Сгладить? Да. Кого? Сгладить. 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 Сгладить дома сами. Понятно? Сгладить. Значит, смотрите. Теперь я сделаю вазу. На столе. Вот мой стол. Вы уже должны были шахматы делать. Да. Эти инструменты. Вот я беру мой сплайн. Видите, он у меня теперь какой делает? Неподходящий. Знаете почему? Потому что в рендеринге включены вот эти залочки. Надо выключить, удалить сплайн и начать его рисовать заодно. И он будет потом рисоваться нормально. Если вы пользуетесь вот этим рендером, он вам запоминает вот это действие. Вам нужно его отключать. Ок? Хорошо. Делайм. Я беру шифтом зелую родную. И делаю вот так. Сплайдочку. Так. И вот так. Вы же уже знаете это, да? Да. Отлично. Теперь я закрываю редактирование. И вот смотрите. Видите, мой пиво? Он находится ни там, где мне нужно. Я его подбинул по цену, чтоб же вращение прошло так, как нужно. Ок? Теперь я иду в модификаторы. Я включаю. Какой модификатор? Я включаю. Какой модификатор? Он находится. Матуха. Это Уэза. Уэза. Отлюбкатор? Нажимаем. Нажали. Получилось у вас ваша. Красавица. Матуха. Есте. Нажимаем. Ну, я вставил пациента. Поставим. Окей? Теперь смотри. Теперь мне нужно сделать лепесточек. Я же говорил, будем делать стебелек. Лепесточек, стебелек. С чего будем делать? Слайм. Слайм. Очень-очень. Окей. Задали. Квадратный. Он какой-то получится. Надо его редактировать. Верхность. Правой кнопкой. Смут. Видите? Важно. Годить. Теперь самое интересное. Вот ваш флайн. Мы ему еще утолчение. Только радиальный. Потому что это стебелек. Он же не квадрат. Правильно? Зад. Я вам покажу. Смотрите. Вот ваш флайн. Вот у него ретангулы. А вот радиальный. есть толщина. Видите? Он вот такой. Мы там углубляться в детали не будем. А сейчас посмотрим на листик. И вот тут вот. У вас будет применяться инструмент Urban Smooth. О котором я вам говорил. Вот ваш стебелечек. Теперь мы сделаем листик. Листик. Будем делать здесь. Нет. Никак. Мы сделаем исплайн. Вот. Наш листик. Видите? Интересно. Как вы его видите? хорошо вы еще не спите будь это все дома делать понимаем надо смотреть внимательно вот он что-то нажмет и потом догадывайся я должен таскать и делать а Это лоббирно? То есть, кто-нибудь там его посмотручится? Зачем он лоббирит? А? Что-то, если бы я вам показал линию, то ну ладно, а ну мы сделаем это посмотру. Я вам даю, чтобы вы понимали, я вам даю не просто листику, а я вам даю понятие, как оно все работает. Теперь я применяю модификатор. Такой? Прикольно? Это стоит, да? Ну, посмотрим. Есть. Ну, и я ему добавлю смену. Видите, как правильно получился какой-то неправильный, да? Как сделать его правильно или неправильно? Если я нажимаю на плюсик сейчас, вертекс или дефект, видите, он у меня получается сразу передается, ну, получается не сложный. А мне хочется таскать вот эти точечки и видеть финальный результат. Понимаете, что я? Вот здесь кнопочка вот такая. Бэнус. Вот она. Вы ее нажимаете и вот ваша сеточка. Вам плохо видно, но я сейчас ничего с этого не увидел. Вот у вас сеточка предыдущего объекта нередактирована получилась. Окей? Как-то так. Но если я посмотрю вот так на него в перспективе, он же у меня вообще, ну, такой плоск. Мне нужно сдать его в фигуре. Окей? Теперь я нажму, выделю вот эти грани, ой, корточки, горшины, которые пациенту. Ну, это не то, что пациент. Вот, есть. Я их потащу вверх. И у меня получится. Видите он? Да. Красиво. Окей. Теперь мне нужно его немножечко изыгнуть. Есть там модификатор B. Но мы сейчас не будем это делать. Модификатор, но это я вам просто ручную. Окей? Пойдем. Смотрите. Я беру очередную. Видите? У меня нет особого приема. Смотрите. Вот. 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 Помогу. У меня. Подвесим. Сейчас. И еще. Ну и кайфер. Вот так. Теперь, если вы посмотрите сверху, то листик у нас, видите, он уже должен к стебелечку ходить, а он синий, широкий. Немного в стиле. Может, и белую точку. Может, и белую точку. Может, и белую точку. Вот так. И так мы сделали лист с помощью турбоснов. Но у этого листика нет толщины. У каждого листика есть толщина. Видите? Этот просто вот такой. Как задать его толщину? Скажите мне. А? Нет, только крышу копировали, а это листик. Понимаете? Shell, конечно. То есть, посмотрите. У вас появляется аж сколько модификаторов? Скажите мне это слово. 3. Вау. Смотрите. Shell. Что у вас такое? Почему? Потому что он запомнил предыдущий параметр. Почему? Смотрите. Значит, смотрите. Есть толщина? Да. Только не пугайтесь. Она выскапывает. Ух! А я забыл о сохранении. А кто сохраняет вообще? Нет. Ага. Все. Сохраняйте. Сохраняйте. Потому что будет благодарна. Ой. Алло. Друг. Помоги мне. Кстати. Вы пользуетесь TeamViewerом, чтобы помогать друг другу? Если кто-то не знает, пользуйтесь вот этой программой. Называется TeamViewer, которая может вам помочь, иметь удаленную помощь. Смотри. Есть разница. Смотри. Сейчас у вас появилось уже два модификатора и один редактируемый полигончик. Видно? До этого сколько было? Два. Смотри. Был только и где-то был поле и что-то там, и что-то такое. Сейчас у вас целых три. Здесь вам можно понимать, что есть зависимость от их расположения. Либо будет Shell сверху, а турбосмус снизу. Либо будет турбосмус снизу, а Shell назад. Наоборот. Как-то так. Их можно перетаскивать. Вот смотрите. Мой модификатор сглаживания. Мой модификатор сглаживания. Он находится под Shell. Это значит Shell задаст толщину не сглаживания. Видите? Она квадратная. Мой модификатор сглаживания. Теперь если я переставлюсь местами. Упс. Смотрите, что получилось. Видите, он сглаживания получился. Можете ждать еще больше сглаживания. Турбосмус. Турбосмус. И тогда он у нас будет вообще с толщиной и вот такой расстаток ползей. И как надо его поставить туда? На место. Значит, смотрите. Теперь еще один момент. У листика пива, или как вы хотите его называть, мне проще держать вот тут. Почему? Потому что когда я вот так скопирую сейчас. Шифтом раз скопировал. И хочу его повернуть, он у меня повернется. Смотрите. Вот это у нас красится цвета полигонов. Но это не цвета, которые будут использоваться при рендеринге. Это мы сейчас учить не будем, но чтобы вы знали. Цвета при рендеринге у вас находятся в другом месте. А именно вот тут. В редакторе материала. Это вот будет ваша редактор рендеринг. А не вы экспортите это. Если вы конечно будете это делать. Можно просто делать модели и таким образом лип спокойно. Ок. Смотрите. Есть у меня вот такой стебелек. Есть. Я его копирую. Ок. И не углубляясь в детали. Я уменьшаю стебел. Я уменьшаю стебел. Создаю цилиндр. Вот так. Вот так. И теперь мы можем его подвести где-то ближе. Вот так. А сам стебелечек. Создать его в центр вращения. Вот так. Теперь когда я задам ему вращательство с клавишей шип. Он у меня как раз тренирует по кругу. Упс. Получилось? Да. Красиво? Да. Вау. Это нужно делать. Теперь я это все сгруппирую. Вот группа. Помните? Вы делали это работами с группами. Я хочу их соединить все вместе, чтобы не по одному тостать. А сразу. Ок. Групп. Ок. И теперь. Я иду. Да. Вау. 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 У нас есть табуретка, есть стол, есть цветок. И у нас тоже есть окно и есть ответ. Мы можем это все наблюдать. Окей? Это называется ваша домашняя деталь. Значит, смотрите, вы чуть-чуть познакомились уже с турбосмусом, когда работали дома, делая ложку. Видите, я вас не сильно даже гружу в домашние задания. Вы просто смотрите видео и повторяете то, что мы делаем. Сейчас мы проработали с вами некоторые моменты, связанные с вашим мотивированием. Но вы подошли к турбосмусу и сглаживанию. Дома вы будете смотреть один видео урок, который расскажет про приемы работы с сглаживанием. Он длится там, ну, порядка часа. Я не буду его просто сейчас повторять, но вы это все будете дома повторять. Это элементарные приемы. Они не сложные, но вы должны их будете повторить. Как работать с этими приемами, вы уже знаете. Вы уже знаете инструменты. Создать там сплайм, отредактировать кривые, создать редактированный полигон, шифтон, экструд, вы даже знаете там чемфер и все остальные вот эти вещи. Вы знаете, что такое нормали, знаете, что такое группы сглаживания, знаете, что такое модификатор турбосмус. Вы можете работать коннект горшинками, кто не сделал домашнее название. И теперь вам просто осталось узнать вот эти приемы, как вот это делать. Смотрите, я создал этот домик, но он такой элементарный, но в принципе вы увидели все вот эти приемы, с которыми вы уже знакомы, вы просто их в действии увидели. Как создать не просто ложку, а весь дом с крышей, таблеткой, столом и даже цветком в гашке. Ваша задача будет дома состоять в том, чтобы вы могли создать ваш объект, используя вот это домашнее задание, которое у вас будет там, где вы смотрите. Смотрите, вот этот урок я тоже сделаю в видео, но я думаю, что пораньше, но завтра будет. В прошлой неделе была тяжелая, мне сразу не получилось. Значит, но даже без видео урока вы уже знаете и так, как это делать. Повторите вот то, что мы с вами сегодня делали и сделать что-то свое. Вы каждый там выбирали свое направление, в котором вы будете работать. Либо это просто модель, либо архитектурный модель, либо еще какого-то другого. Поэтому вы в своем направлении, то, которое вы выбрали, сделайте ваше домашнее задание, ну, какую-то модель или несколько. Чем больше вы сделаете моделей каких-то, тем, во-первых, у вас получится практика, и во-вторых, у вас появятся вопросы, на которые я смогу ответить быстро. Окей? Теперь у нас есть время там, если, может быть, у вас есть вопросы ко мне, вы можете их задать. Но есть также еще Саша, есть Маша. Есть еще один человек, с которым вы можете познакомиться. Вот он там сидит. Его зовут Олег. Если кто-то интересуется игровой индустрией, он работает в компании, которая делает танчики. Которые играют дети, вы сами или вашим мужья. Вот. Значит, но он их делает, вот эти танчики. Он работает в этой компании и, может, ну, можете познакомиться и задать ему какие-то вопросы. Окей? Пьем чай. Have fun. Окей? Спасибо. Поехали. 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 Поехали.